В эфире ЛРТ программа «Итоги» в студии Марии Кузьмичёва. Здравствуйте! Время вспомнить самые заметные события уходящей недели. Итак, чем же она запомнилась? Вначале коротко. Предупреждён, значит вооружён. В ЛГЖТ прочитали лекцию о профилактике сердечных заболеваний. Главнее всего погода в доме. В округе началась подача тепла в квартиры. А ты посадил своё дерево? Экологическая акция «Наш лес» объединила 13,5 тысяч люберчан. Не только деревья, но и цветы. Люберцы станут красивее благодаря жителям. Проект «Народный цветник» уже запущен. Новое – это хорошо забытое старое. Ненужные вещи снова обретут жизнь. Благотворительная акция «Добрый шкаф» распахнёт свои двери уже скоро. Красота и грация в округе прошли отборочные соревнования по художественной гимнастике. А теперь обо всём более подробно. Более полутора тысяч обращений граждан поступило в Межмуниципальное управление МВД Люберецкой за прошедшую неделю. Ещё 8 тысяч в единую дежурную диспетчерскую службу городского округа. Такие цифры были озвучены на оперативном совещании, которое состоялось в администрации. О происшествиях минувшей недели и других темах официальной встречи расскажем прямо сейчас. Неделя у сотрудников управления МВД Люберецкой выдалась напряжённой. За последние 7 дней полицейские возбудили 51 уголовное дело. 43 из них раскрыты по горячим следам. Также было 131 ДТП, 8 пострадавших. Личный состав занимался охраной общественного порядка во всех мероприятиях. Никаких ЧП не допущено. Продолжаем работать в том же духе. Неспокойными стали рабочие будни инспекторов ГИБДД. Люберчане более четырёх сотен раз нарушили правила дорожного движения. Эвакуировано 48 транспортных средств и выписано штрафов на сумму 419 тысяч рублей. В подразделении Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона ликвидировало 4 пожара. Три из них на территории округа. Первый пожар произошёл в частном гараже 18 сентября. По адресу деревни Матюково СНТ Заречный в результате пожара обгорел автомобиль. Пострадавших нет. 2-й, 23 сентября. Город Люберцы, 3-е почтовое отделение, дом 55, квартира 48. В результате пожара также пострадавших нет. В городском округе продолжается ремонт подъездов многоквартирных домов. За прошедшую неделю в порядок были приведены 18 входных групп. С начала года по программе «Мой подъезд» лоск наведён уже почти в девяти сотнях подъездов. На сегодняшний день подготовлены документы на оплату в отношении 504 подъездов. Это 13 соглашений на общую сумму 62,3 миллиона. Коммунальные службы приводят в порядок и дорожное полотно. За отчётный период был выполнен ямочный ремонт на улицах Шевченко и лесной посёлка Томилино. В черте города нанесена разметка на пешеходных переходах, дорогах и парковках. Также начались работы по благоустройству остановочных павильонов. С последующей установкой новых остановочных павильонов. На территории городского округа Люберцы на муниципальной сети будет заменено 69 остановочных павильонов. На региональной сети 110 остановочных павильонов будет заменено. Начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций Дмитрий Баранов озвучил вопросы, с которыми жители городского округа обращаются в администрацию. Чаще других поступают просьбы о своевременном вывозе мусора с контейнерных площадок и уборке прилегающих к ним территорий. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов и Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Наш лес посади своё дерево. По таким названиям в Московской области прошла традиционная экологическая акция. В нашем округе на этот раз высаживали деревья на 157 площадках, озеленяли улицы более 5000 люберчан. Высажено почти 1700 лип, клёнов, рябин и каштанов, а также более 2000 кустарников. Центральным местом акции стал Томилинский лесопарк. Предусмотрели всё от экипировки до инвентаря. В посадке деревьев приняла участие и наша съёмочная группа. Доброе утро участникам акции. Левее придерживаемся, идём, получаем маечки и сумочки. Самое приятное, что с собой на места высадки деревьев ничего не нужно было брать. Инвентарь и экипировку выдают прямо на месте. Россия, твои просторы, твои самая артёра. Центральная площадка, Томилинский лесопарк, впервые стал местом не просто для посадки деревьев, а одной сплошной интерактивной зоной. Здесь и мастер-классы, и развлечения на любой вкус и цвет. Сегодня самый замечательный день, безоблачный, солнечный. Я даже смотрю, в небе самолёт летит и смотрит на то, как мы сегодня будем сажать деревья, деревья счастья. Здравствуйте! Роменцы, привет! И наши гости. Конечно же, мы сегодня рады принимать на нашей земле, такой и Люберецкой, и Раменской, такую большую группу наших жителей. Мы готовы сажать лес? Да! Тогда вперёд, посадка! 17 гектаров. Именно такова площадь центральной площадки, которая в этом году объединила Раменский и Люберецкий округ. Также здесь сажают деревья, и гости из других муниципалитетов. 6 тысяч саженцев сегодня обретут своё место. Я ни разу в своей жизни ничего не сажала, и только в теории представляю, как это делать. Помогите мне, пожалуйста. Просто подскажите, как посадить саженец так, чтобы в будущем из него обязательно выросло большое красивое дерево, и он не погиб? Ну, как правило, в посадке участвуют два человека. Один человек делает лунки, а другой непосредственно сажает вот в эту лунку сеянец. Одно из особенностей посадки заключается в том, чтобы уровень почвы, уровень лунки, куда опускается сеянец, находился на расстоянии посередине от корневой шейки. Посмотрите, какая замечательная погода, сколько много людей, какой позитивный настрой. Я думаю, что нам с такой командой всё по плечу, и в том числе вот сегодня осилить такой большой объём и посадить свой лес. В 2010 году у нас в лесу был страшный пожар, погорело очень много леса. Как бы печально смотреть на всю эту ситуацию. Вот и решили сегодня помочь и прийти посадить эти деревья. Мы пытаемся позаботиться не столько о себе, сколько о будущем поколении, которое вырастет и будет дышать свежим воздухом. Боевое настроение, сажаем лес, выгоревший. Сейчас пойдём кашу есть. Девчонки, голоса, слышим мы утром рано. Изменяется мир каждый день, каждый час. В лесу, конечно, хорошо, но и городу тоже нужны деревья. На массовую посадку вышли не только жители, но и управляющие компании, общественники и депутаты. В районе улиц Волковская, 49, было посажено порядка 10-15 саженцев. Это клён генал, это кусты. Была выбрана замечательная площадка для этого мероприятия. В участие в ней принимали жители ближайших домов. А теперь, пожалуйста, взяли все ленточку. Семья Барановых не первый год сажает деревья. До этого им приходилось сажать только на своём дачном участке. В данной общественной акции они участвуют впервые. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие в этой акции? Захотелось сделать ярче, зеленее местность, где мы живём. Выйти на балкон, увидеть красоту. Всего по городскому округу Люберца участвует в этой акции 157 дворов. Порядка полутора тысяч деревьев будет посажено, около двух тысяч кустарников. А на сытый желудок и работает веселее. На всех участках округа, где сажают деревья, управляющими компаниями организовано питание для люберчан. Матвей, Матвей, посмотри сюда, Матвей. Было очень весело, хорошо. Спасибо за организацию этого праздника нашей администрации. Спасибо большое. Мы рады, довольны и счастливы. Мария Кузьмичева, Анна Троян, Дарья Борисова, Пётр Пономаренко, Валерия Абсалямов и Денис Михайлов. Телеканал ЛРТ. А теперь о спорте. В округе прошли отборочные соревнования по художественной гимнастике на следующий финальный этап на первенство России. Мастерство обращения с булавами, мечами и обручами продемонстрировали гимнастки со всей России. О красоте и грации смотрите далее. От Владивостока до Калининграда, от Краснодара до Архангельска. Паркет «Триумфа» уже восьмой год подряд встречает юных гимнасток со всей России. И все приезжают с главной целью – показать все, на что способны, и получить заслуженные награды. Команда из Екатеринбурга приехала в составе 24 человек. На таких соревнованиях они не в первый раз и уже знают секреты успеха. Для того, чтобы гимнастка и спортсменка была успешна, требуется очень много составляющих. Первое – это, конечно же, характер. Это спортивный характер, это выносливость, это стремление быть первой, и это любовь к художественной гимнастике. Задача отборочных соревнований – выбрать 10 лучших гимнасток 12 и 14 лет на финал. Однако юные спортсменки смотрят далеко вперед, отбрасывая все волнения в сторону. Надо просто встать и сделать все, как на тренировке. Мне нравится этот вид спорта, потому что я хочу стать чемпионкой мира. Выступления юных гимнасток с разным настроением и образами сменяют друг друга. И вот на ковре уже профессионалы в эстетической гимнастике. Такое чувственное выступление спортсменки отрабатывали весь сезон, желая воссоздать атмосферу кариды. Должно сложиться впечатление, будто мы выступаем на арене. То есть это какое-то соперничество, стиль тореадор. Это сопротивление между быком и тореадором. Впервые на соревнованиях выступали гимнастки 12-го года рождения. Это самые юные спортсменки. Организаторы отметили, что вырос уровень не только самого конкурса, но и в принципе этого вида спорта. Очень сложно сейчас у нас в нашей художественной гимнастике, в новых правилах, которые будут существовать до 20-го года. Это на олимпийский цикл эти правила. Девочки должны показать хорошую работу предметам. Поэтому вот сегодня выступают юные гимнастки. Им очень сложно справляться с этой программой, потому что у нас нет разграничения. 12-го года девочка выступает или 2003-го. Для них все правила одинаковые. Поздравить участников с проведением соревнований, а также вручить им заслуженные награды, пришел и глава Люберецкого округа. Я скажу, шоу-земенники, возможности у всех разные, но то, что мы сегодня в Люберцах, и такие соревнования проводятся в восьмой раз у нас, это говорит о том, что мы уже победители. Напомню, финал соревнований юные гимнастки пройдет с 1 по 7 октября в Рязани. Туда отправятся 10 лучших спортсменок со всей страны. Мария Антонова, Денис Михайлов, телеканал ЛРТ. К другим темам. В округе началась подача тепла в детские сады, школы, больницы и поликлиники. На очереди квартира Люберчан. В дома жителей городского округа пустят тепло до 5 октября. Подробности далее. Именно погода диктует, когда началу отопительного сезона быть. Если среднесуточная температура держится на отметке ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней, коммунальщики обязаны дать тепло в дома. По нормам Санпина во время отопительного сезона в комнатах не должно быть холоднее 18 градусов. Если шкала термометра до этой отметки не дотягивает, есть повод сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу. Без проверки не обойдется. Если же на градуснике все по ГОСТу, но дома мурашки бегут от холода, жаловаться некому. Единственный выход – кутаться в плед. Дарья Борисова, телеканал ЛРТ. Как распознать предпосылки инфаркта, инсульта и ишемической болезни сердца? Теперь ответ на этот вопрос знают сотрудники Люберецкого жилищного треста. В преддверии Всемирного дня сердца с ними встретились ведущие специалисты ЛРБ номер 2. Злоупотребление кофе, чай и злоупотребление алкоголем – это один из факторов риска гипертонической болезни. И, безусловно, это курение. Потому что одна выпуренная сигарета повышает артериальное давление на 10-30 мм рт. ст. Гипертоническая болезнь – одна из самых распространенных в мире. Как распознать, какой вести образ жизни, чтобы ее избежать, сотрудникам ЛГЖТ рассказали специалисты. Не менее распространенное осложнение болезней главного мотора организма – инсульт. Поэтому, говорят врачи, нужно не игнорировать его первые признаки. Чем характеризуется, допустим, острый ишемический инсульт? Это головные боли, головокружение, изменение сознания, может быть. Там слабость в какой-то руке или ноге, в правой, допустим, или левой руке или ноге. Изменение речи. Кстати, именно Люберецкий 3 стал первым предприятием, которое устроило профилактическую встречу с врачами на своей территории. Кроме рекомендаций, сотрудники ЛГЖТ получили ответы на волнующие вопросы, а также памятки о пути к здоровому сердцу. Нужно о каждом члене семьи, это и детей, и своих мужей, призвать все-таки к здоровому образу жизни. Я считаю, что такие беседы должны быть. Объяснили и рассказали, на какие именно моменты нужно обращать внимание, что касается своего здоровья. Как правильно оказать первую помощь, каких врачей нужно проходить, на какие моменты нужно прислушиваться. А на следующий день врачи перешли от теории к практике. В организации разместился передвижной медпункт, где работники могли обследоваться. Подобную практику доктора планируют внедрить и на других предприятиях округа. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На днях мы освещали акцию «Наш лес, посади свое дерево». Она стала, пожалуй, самым громким экособытием осени. Громким, но не последним. На пятки ему наступает проект «Народный цветник». Старт уже дан. Высадка проходит в центральном парке Люберец. Дарья Борисова подробнее. Березы, сосны, липы и рябины. В общей сложности четыре сотни деревьев будут высажены в парке культуры и отдыха. Кроме того, восстановление ждет 20 тысяч квадратных метров газонов, а на клумбах должно появиться около сотни многолетних цветов. Инициаторами акции стали общественная организация «Молодая гвардия», окружной молодежный парламент и руководство парка культуры и отдыха. Их работа сплошной детский сад. Воспитатели отметили свой профессиональный праздник. Всех работников дошкольных учреждений поздравила начальник управления образованием городского округа Люберца Виктория Бунтина. Поздравления принимались, не отходя от конструкторов и кукол. Но главные гости торжества все-таки были маленькие воспитанники. Слово Дарьи Борисовой. Вторая мама. Именно так называют воспитателей. И это только одна из ролей, которые ежедневно проживают представители этой профессии. Еще они, как минимум, наставники. Это даже для ребенка, очевидно. Это такой учитель, он воспитает в саду, любит в сад ходить. Он учит нас заниматься. И еще учить нас, как выбор с игрушками, аккуратно. Соня Яковенко добавляет, воспитателя это Екатерина Викторовна. Педагога дошкольного образования Екатерину Феоктистову никогда не терзали муки выбора профессии. Пару десятков лет тому назад, еще дошкаленком, она мечтала, что когда-нибудь вернется в детский сад в качестве воспитателя. И вот уже пять лет, как Екатерина играет на работе. Морковку нам, пожалуйста, продайте. И перчик, да, пожалуйста. Да, мы сейчас по одному. Он нам, пожалуйста, сайс, лисочки. Но все это гораздо больше, чем просто игра. За забавами малыши готовятся стать школьниками. Не без наставничества Екатерины Феоктистовой, конечно. Они учатся считать, продавая пластиковые продукты, знакомятся с домоводством, с игрушечным утюгом в руках. Раскрывают кулинарные таланты у детской плиты. Все это для того, чтобы в настоящем магазине, на кухне и дома все было просто и понятно. Здесь они проводят даже большую часть времени, нежели дома. И как раз таки здесь они обучаются каким-то навыкам. Они приобретают уверенность в себе. Все творческие начала, конечно же, выявляет воспитатель. Мы прислушиваемся к советам воспитателя и вместе работаем в воспитании наших детей. Мы более на бытовом уровне общаемся с ребенком и на бытовом уровне его воспитываем. А воспитатель, так как он профессионал и учит ребенка. Екатерине Феоктистовой больше по душе слово «развивать», описывая в двух словах работу воспитателя, она так и говорит. Мы не учим, а развиваем. Конечно, пришлось дождаться своей очереди, но нам тоже удалось сыграть с Екатериной. Играли в интервью, чтобы узнать, что для педагога дошкольного образования – лучший подарок. Самая большая награда для воспитателя, когда ребенок бежит в сад, он радуется, он улыбается. И если это происходит, то ты достойно стить звание воспитателя дошкольной образовательной организации. У малышей из группы «Цветик-семицветик» свое мнение о подарке, без которого их воспитателю в этот день никак. Дошколята единогласно проголосовали за большой букет цветов. Должно быть семицветиков. Дорогие воспитатели, я вас поздравляю с новым воспитателем. Праздник отметила и Российская таможенная академия. Одному из ведущих вузов страны исполнилось 25 лет. Четверть века на страже экономической безопасности страны немало. По этому поводу в стенах учреждения прошло большое празднование, где чествовали тех, кто на протяжении долгих лет руководит, учит и воспитывает сильнейшие кадры для таможенных органов. На юбилей присутствовала и наша съемочная группа. Российская таможенная академия – одно из ведущих вузов страны. Именно с нее началась история высшего таможенного образования. Спустя 25 лет это стремительно развивающееся учреждение, оставаться на уровне. Ему помогает многолетний труд профессионалов – педагогический коллектив. Убежден, пройдя 25-летний путь, Российская таможенная академия и дальше будет двигаться вперед. Каждый из нас внесет свой вклад в ее дальнейшее процветание. От всей души, всему коллективу желаю здоровья, неиссякаемой энергии, успехов и новых достижений. С праздником, дорогие товарищи! В честь четвертьвекового юбилея педагоги, руководители и работники РТА получили заслуженные награды. Кстати, академию знают от Калининграда до Камчатки. В Питерские, Ростовские и Владивостокские отделения едут обучаться со всей страны. Российская таможенная академия, являясь составной частью федеральной таможенной службы, постоянно укрепляет в своем взаимодействии совместную работу с таможенными органами страны. И это вполне естественно. С одной стороны, таможенные органы страны подбирают будущих слушателей для обучения в академии, и с другой стороны, через несколько лет, те же самые слушатели пополняют еды таможенных органов. Обеспечивать экономическую безопасность страны – главная задача тех, кто решил связать свою жизнь с таможенной отраслью. Из ТНРТА вышли более 23 тысяч специалистов, и еще 15 тысяч студентов прошли повышение квалификации. В день рождения академии студенты проявляли свои таланты, ведь обучение здесь разностороннее. У нас очень насыщенная как и учебная деятельность, так и внеучебная. Здесь можно и выступать на сцене академии, можно петь, можно танцевать, можно заниматься поэзией. Я выбрал это учебное заведение специально, исходя из параметров конкретно преподавательского состава, профессиональной деятельности, потому что я хочу связать свою жизнь с таможенной службой. В этот день на сцену вышли не только таланты. Звучали поздравления и пожелания от преподавательского состава и высоких чинов таможенной службы. Анна Троян, Денис Михайлов, телеканал ЛРТ. Мы продолжаем наш выпуск. Футбольный клуб «Люберцы» досрочно стал победителем первенства России среди команд третьего дивизиона Московской области. Накануне спортсмены уверенно опередили соперников и теперь продолжат соревнования в ранге чемпиона. Слово Ани Троян. Судьбоносная игра для футбольного клуба «Люберцы» состоялась 26 сентября на домашнем стадионе «Торпедо». Наши спортсмены уверенно обыграли соперников из Сергеева Посада. Два гола, ставшие золотыми для команды, забил Артем Антипов. Счет игры 2-0. Напомню, ФК «Люберцы» работает под руководством главного тренера Александра Антонова. В 2017 году наш клуб стал серебряным призером первенства России третьего дивизиона. Тогда он уступил команде «Квант» из Омнинска. Сейчас спортсмены занимают первую строку турнирной таблицы. Они набрали 61 очко. Играть в первенстве они продолжат в ранге чемпионов. Анна Троян, телеканал ЛРТ. К другим темам. Налоговая инспекция начала рассылку налоговых уведомлений. У жителей городского округа есть чуть больше двух месяцев на оплату квитанции. Чтобы не попасть в число должников, рассчитываться нужно до 3 декабря. О других нюансах налоговой кампании расскажем прямо сейчас. Не все налогоплательщики получат письма счастья. Налоговое уведомление может быть не сформировано по нескольким причинам. Так их не отправят тем жителям округа, чей имущественный налог составит менее 100 рублей. Эта сумма будет включена в следующий расчет. Проще говоря, в будущем году такие плательщики получат налог сразу за два года. Второй момент – это не было сформировано уведомление по причине того, что в налоговой инспекции отсутствуют объекты налогообложения. Это также не стоит пугаться этого. Налоговый орган получит от регистрирующих органов необходимую информацию. Налог будет дополнительно исчислен. Владельцев авто в налоговом уведомлении может ждать сюрприз. Перечень дорогих автомобилей был расширен. Этот список пополнился транспортными средствами стоимостью от 3 миллионов рублей. Налог на них был рассчитан с учетом повышающего коэффициента. Ознакомиться с перечнем можно на официальном сайте ФНС в разделе «Налоговое уведомление-2018». Здесь же узнать о других новшествах налоговой компании. В указанном налоговом уведомлении будет задействована сумма налога на доходы физических лиц, с которых налоговым агентом не был удержан подоходный налог. Также может быть увеличен налог за счет того, что налог на имущество за 2017 год исчисляется по ставкам с повышающим коэффициентом 0,6. К прошлому году этот коэффициент составлял 0,4. А также могли быть изменены льготы либо ставки по другим налогам. В случае неуплаты налога до 3 декабря плательщик получит от инспекции еще одно письмо. На этот раз с требованием погасить задолженность. Если к сроку уплаты по требованию также обязанность плательщика исполнена не будет, а здесь уже служба судебных приставов будет включать все инструменты, которые позволяют ему сделать закон об исполнительном производстве, вплоть до ограничения выезда за рубеж. Узнать о своей задолженности можно в МФЦ, налоговой инспекции, в личном кабинете на портале госуслуг или кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Последний интернет-ресурс также дает возможность самостоятельно распечатать уведомления и заплатить налоги онлайн. В первую субботу октября в Наташинском и Центральном парках пройдет традиционная благотворительная акция «Добрый шкаф». Отдать свои уже ненужные вещи тем, кто в них нуждается, и совершить таким образом доброе дело сможет любой желающий. Осенние холода – это отличный повод сменить гардероб, однако далеко не каждый может себе это позволить. Если ваши полки полны вещей, которые вам уже не нужны, то организаторы благотворительной акции предлагают поделиться ими с людьми, которые в них нуждаются. В пункт сбора можно принести мужскую, женскую и детскую одежду, обувь любых размеров, товары первой необходимости – это химические средства, горшки и кроватки, новое белье, а также игрушки и книги. «Добрый шкаф» распахнет свои двери в Центральном и Наташинском парках 6 октября в субботу с 12 до 3 часов дня. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Поговорим о безопасности. До 29 октября текущего года по всему Подмосковью пройдет профилактика бешенства диких животных. Это ежегодное мероприятие проводится в весенний, летний и осенний период. На особо охраняемых территориях и в лесопарках Московской области раскладывается съедобная вакцина. Благодаря таким мерам на протяжении последних лет значительно сократилась заболеваемость бешенства. Владельцам важно понимать, что от здоровья питомцев зависят их жизни. Вирус бешенства передается со слюной при укусе или отцарапывании. Лекарства от болезни не существует. Не заразиться – единственный способ не погибнуть. Один раз в год привезти животное на прививку от бешенства значит обезопасить себя. Дарья Борисова, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска о спорте «Мы – здоровое поколение» под таким названием в Люберецкой школе номер 8 прошел открытый урок. В рамках акции «Здоровый город» ребята научились приемам единоборств и приобщились к занятиям спортом. В открытом уроке поучаствовали именитые спортсмены, мастер спорта международного класса по боксу, чемпионка России Александра Ордина, а также двукратный чемпионка страны, победитель первенства Европы, двукратный призер чемпионата мира по боксу Светлана Косова. Школьникам они показали боксерские приемы. На мастер-классе ребята узнали основу этого вида спорта. В завершении Дня здоровья ребята вручили подарки спортсменам, сделанные своими руками. Мария Кузьмичева, Анна Троян, телеканал ЛРТ. Ну что ж, таковы на наш взгляд самые интересные события уходящей недели. На этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения и следите за новостями вместе с ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова